Итак, серия номер 4, 5 июля 2021 года. Я обычно забываю представляться. Железо Валерий Константинович, Сибирь, Шушинский район, деревня Красный Хутор. Вот, замечательная, потом постепенно. А, знаете что, вам надо, тем, кто еще там не был, надо попасть, вот смотрите. Итак, гостевая книга, она находится на моем сайте. Может быть, кого-то это привлечет. Сайт все меньше теряет популярность, не потому что он становится хуже, а потому что желающих заняться доводством становится меньше. Катастрофически. Вот он сайт. Мы сейчас продолжим тот самый разговор про лучший сад Подмосковья, а вдруг он вырастет лучший сад страны. Ну, тогда придется вырасти 2-3 поколения. Но если Станислав Аркадьевич не испугается, так оно и будет. Вот, кто знает, может быть, через 10-20 лет он будет стоять. У него высшее образование, красный диплом, у него золотая медаль, что со школы. Вот такие люди, как раз-то и если трамплин, а трамплин – это новая технология железа, он обречен на успех, и когда-то ему, возможно, придется, может, даже ему придется одеть этот самый, как он называется, спраг, да, и выступать в трибуны Нобелевского комитета, может быть. Вот почему? Он и сейчас вот это уже заслуживает, понимаете? Но вот все, что вы видите, вот это вот, да, это является оскорблением для науки, не гордостью за россиянина, за русско-украинца, это мое происхождение, и это гражданин России, вот, это все Сибирь, это все Шушенский район, вот. Как когда-то на странице газеты, значит, было напечатано письмо девушке, девочке, она писала воспоминания. Я ездила в Сибирь, в поселок Шушенское, на дачу Ленина. Вот это слово «дача», оно рассмешило всю страну. Представляете, во времена Ленина вот это. А прошло-то всего ничего времени-то. Вот, поэтому, это уже Нобелевское племя, но просто когда Танислав Аркадьевич, один из претендентов, кто может оказаться на Нобелевской трибуне, он может что сделать? Это не все, это несколько лет всего, учтите. Он может, то, что видите на экране, он может просто вспомнить про меня. Вот. Потому что в том времени мне уже не будет на свете. Разменялось восьмой десяток. И вот, значит, видите, 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 вот. Вот, значит, как попасть на сайт, по-русски в Яндексе, в Гугле, набрать три слова, сайт с одного до Железова, и для чего мы здесь, гостевая книга. И вы видите, свежее объявление. Здесь больше, здесь больше, больше, больше 11 тысяч писем, это переписка. Вот, это говорит о ее необходимости. И вот это вот, вебинар, он проходит каждый, каждый понедельник. Видите? Вот, последний, это 5 июля, а сегодня 5 июля. Вот, вы на него не попадете. Но потом запоминаете, плюс 7, 12 июля, плюс 7, 19 июля, а уже 130, 137, 137 позади. Вот, и потому что у меня соблазн такой, я возвращаюсь сюда, вот. И такой соблазн, знаете, мне взять и чуть ли не повторить вебинары. Попробуйте вы трехчасовые вебинары, по 3, даже больше часов, каждый, 137. Попробуйте повторить тут. Да и надо ли, вот я вас туда и отправляю. И возвращаемся, смотрим. Это просто пример того, что в Европе не распространено настолько. Две вишни войлочные. Я когда в Подмосковье был и изучал там же все сады, я нашел две вишни. Есть их было нельзя. Они были настолько деградированы, они были как ноготь на мизинце размером. У них были штамбы, глупость высочайшая, глупейшая глупость. Вот, есть их было нельзя. И они были жалкие и полудохлые. Вот. Как эта вишня посажена прямо на гравии. Так уж случайно получилось. Вот. А почему она, Станислав Аркадьевич, вам нужна? Да потому что у вас, у нее корни-то не полезут туда. Вот, видите? Но это, если у вас все-таки будет что-то такого панмологического сада. Мы еще поговорим, нужны ли вам союзники в виде науки. Вот. Потому что вы как-то ближе. Понимаете? Блестящее образование медика далеко ли до садоводства? Да нет. Рядом. Так вот. И коммерция может быть. Это Сергей посадил косточки. А вспомните, я сказал, диск у меня, один из дисков, называется «Сертификация семян». Гожу себя в учителя, смотрите. Это я Сергея Жензова научил. Потому что хватит одной такой грядки. Представляете, соточка целая вот таких этих. Ну, что будет? Пол Москвы будет объедаться вишней. А? И помните, я говорю, что я вот буду как дьявол этот самый. Ну, как сказать. Ну, тут хороший дьявол. Может быть, бывает и добрый дьявол. Не знаю. Короче, я такой. Вот. А вот это вот первый урожай волочной виши из косточки Железова. Естественная сертификация осенью. То есть в 2017 году посажено было. В Костровской области. Так. Значит, 18, 19, 20. На 21 году, это ранняя пташка, то есть в середине лета, вот уже созрели, да? Самое интересное, что это в саду моего брата Железова Юрия Владимировича. Так. Мой двоюродный брат. Четвертый год. Вот видите. А это Костровская область. А качество видно уже по ней, что ей можно объединяться? Ну, видно же. Вот. Наша семья Железовых ненавидима миллион сто тысяч подписчиков. И это глупые вопросы, понятные люди, это неграмотные. А ответы специалистов еще глупее. Вот это на вебинарах, в том числе, будем проходить, еще проходили. Иначе сада не будет. Ну, а это мой ученик. Брат и ученик. Вот его фотография. Вот. Это выражение с трех деревьев. Еще раз соблазняю. Хотите, это, ограничить с каким-то видом. Например, яблонями. И яблони наедитесь, и на местный рынок попадут. Вот. Но проблема близких грунтовых вод. Вот. Это проблема подвоем. И все. У меня такой проблемы нет. Подробнее ниже. Вот такие скромные урожаи груш. Вот. Абрикосы. Знаете, почему я выбрал эту фотографию из сотен? А потому что родина Франция. Это королевский абрикос. Родина Франция. Это вам ближе. Все-таки европейцы. Вот. И, наконец, пункт третий. Вот здесь-то уже Нобелевская премия уже становится для вас реальностью. Вот. Селекция по неволе. А почему по неволе? Что бы вы ни сделали, все, что вы переведете из Сибири, должно у вас где-то легко приживаться. И будет давать срок сражения. И тут же будете руками. А вот это вот желудки пошло. А вы знаете как? Вот слива и слива. Вот кажется, слива одна агротехника. Черта два. Сливы венгерки в одном месте, хоть завалить, как я же с Украины родом, западно. Вот. Там венгерки в колхозных садах. Мы, мальчишки, пять ведер колхоза, состоя себе. Пять ведер колхоза, состоя себе. Вот эти венгерки. Ну, знаете, о чем мы говорим. А? Кстати, ниже покажу. Так вот, значит, аренклоды в Дальний Восток. Вы можете вырастить эти же сливы китайские. Вас будут выражать такие, что это немыслимо. Три-пять дней, и они испортились. Вот так вот. Ну, это так общие слова. Итак, надо что-то выбирать. Итак, повторяю, у вас блестящее образование. Вот. И оно параллельно науке садоводства. Для меня медицина то же самое, для человека то же самое, что должно быть садоводство и бережное отношение к природе. Нетронутый дерн. Там под землей все эти бесконечные этажи, о которых люди не догадываются. Говорят, давайте перекопаем землю, кислород туда подадим. И вот таких идиотских примеров, советов и учений, это все официально. Они заполонили все. А дерево такой же организм, как у человека. И среда такая же. Мы переехали в бетонные коробки, дали вам работу. Извините, это сам Станислав Аркадьевич. Если бы мы все жили бы в садах, бы открыл, вышел на крылечко, протянул руку. Это знаете, когда ко мне приезжал Краснодарский телевидение, извините, что разговаривался. Краснодарский телевидение. У меня есть фотографии, есть фильмы. Мы сидим в беседке, большая такая беседка, со всех сторон стен нету. И свисает прямо в беседку абрикосы. И мы сидим, я угощаю, не буду говорить, чем, этих самых, съемочную группу. И вот это вот, знаете, как сказать, это самый шик, когда в одной руке стакан с этим чаем, да, а в другую руку протягиваешь, не вставая со стула, протягиваешь и отрываешь, хотя это тоже плохо, когда отрывают, ну, для понту, как сказать, отрываешь абрикос 100-граммовый, 100-граммовый абрикос в качестве этого самого, в качестве еды, витамина. Вы представляете, вот это должно быть. И вот законы природы, там калечат деревья, тут мы калечимся уже тем, что добровольно заперли себя в железобетонных коробках. И вы бы, Станислав Аркадьевич, потеряли бы много-много пациентов, если бы, а, дали бы всем нам землю, извините, я не знаю, что у нас аудитория будет сотни людей, надеюсь, тысячи этих фильмов, надеюсь, тысячи. И лишний раз подчеркну, жизнь на природе – это здоровье. В железобетонных коробках – это мы ваши все пациенты. Грустно, поедем дальше. Законы природы общие. Это легло в основу садоводства железа. Я все время буду сравнивать с этим самым. О, кстати, у меня же вебинар сегодня, и там я приведу пример. Пример, так, где-то далеко, сейчас вспомни, вспомни. Как покрасили мальчика, покрасили. Это пример исторический. Потом про него забыли, и он умер. А красили, ну, какое-то шоу было. И вот это стало известно. Это вошло даже в учебники биологии для школ. Но в учебники биологии, где речь идет о природе, этого примера нет. И самое идиотское, когда побелку деревьев, благодаря рекламе торгашей, достойчиво перевели в покраску деревьев, и началась массовая болезнь и гибель, и все равно красится и белится. Один из самых идиотских примеров. Я его привел для чего? Чтобы вы еще раз подчеркнули. Законы природы общие. Там мальчика покрасили, умер. Люди покрасили. Не нарочно, думали шоу. А здесь то же самое. Только здесь речь идет уже о миллионах больных, нечастных деревьях. Вот, видите, благодарю вас, Станислав Аркадьевич, если бы не вы, личный раз бы не подчеркнул. Личный уклад. Дарю идею. У меня их сотни, а они уже все раскиданы. Ну, вы видели, сколько статей? Статей только сотни. Фильма уже, по-моему, к 2000 приближается. Дарю идею. А, к слову, то есть их много, вы потом Нобельскую премию будете получать. Одна из составляющих. Почему? Меня опять припечатали, вегетативной гибелизации не существует. Вегетативная гибелизация Мичурина, Мичурина, там еще Лусенко вспоминали, это ложь. Так? Получается, я современный лжец. Тогда Мичурина лгал, а я сейчас лгу. Вот. И что получается? Это дает ограничивать силу, но дает нам возможность на фоне вот этой науки традиционной выглядеть далеко не дураками. Я приведу один маленький пример. Итак, это касается вегетативной гибелизации. Итак, приезжает ко мне, ну, назову по имени и отчеству, Александр Алексеевич из этого, из Мичурина. Когда-то мне подарил 20 сенец у персика, до сих пор несколько живых, что удивительно. Когда-то привез. А тут приезжают и привозят мне несколько с... Ну, мы дружим, минус сенец рядом, сто километров. И, значит, привозят мне несколько саженцев. Я обратил внимание, привиты на огромной высоте, по моим меркам. Я прививаю только у земли. Вот. Клянется, что это сладчайшие груши. И когда они заплодоносили, оказалось, они абсолютно несъедобны. А привиты, сами догадываются, если что. Правильно, на дикаря. И вот получается так. Как они могли испортить так вкус? Такие случаи бывают. Я знаю, у меня черешня, привитая на вишню, превратилась в вишню. Вот. И таких случаев много. Кто бывает на моих вебинарах, или хотя бы на моем сайте, уже это знает. И я представил себе, а если бы он сделал вот такую прививку, а если бы вторую прививку, сделал бы у земли. Но он категорически, вот, вот, должно быть, как книга, на высоте то ли 60, то ли 80 сантиметров, как его научили. И так у него веса такой. Привозит сладчайшую. И я подумал так, а как это могло случиться? А если бы вторая была у земли привита? А вдруг бы, а с одной той же веточки, допустим, или с одного дерева взяли под привой. А вдруг бы та бы вторая привита у земли, впоследствии оказалась, дала сладкие груши. Как убедиться, что вот эта вот часть, штамба, если он дикий, вот эта часть, не культурно дикий, так сильно влияет на куст, как надо это проверить? И надо ли? Я считаю, надо. Ну, кто-то должен взять сотню, привёк сделать у земли, а сотню привёк сделать вот на такой высоте. И пройдут годы, ну, Нобелевскую премию не дадут, даже не поблагодарят, потому что науке это не надо. Это просто пример, как, в каких направлениях надо двигаться. Вот это груша. Видите? Вот с этого, если, схожесть прекрасна, если, конечно, это, не перемудрить, потому что, если у меня такая схожесть, то у кого-то может быть и ноль. Вот. Потом это становится подвоем. Это питомник Сергея. Внимание. Потом, а это все привиты у самой земли. Это закон нашего сада. У самой земли. Вот. С этого начинается успех. И, для примера, получаются вот такие сладкие груши. Но, не подумайте, этот штамп, он сам образовался такой штамп. Бывает и прямо от земли, в нижней ветке. Вот вам и это. Такая возможность. Теперь, основа вегетативной гибридизации. Об этом можно, у меня много фильмов, много статей. Я сейчас просто приведу один пример. Итак, я Железов дарю веточки свингерки. Украинской назовем ее. У нее есть название. Сорочинская. Вот она перед нами. Видите? Веточки переезжают в сад Чернобаева. Он извращенец. Извините, садовая я так в добром смысле, говорю с юмором. Вместо того, чтобы привить, как я, на сливу и сохранить в основном эти качества, взял, привил на абрикосы, да еще на культурные. Получил вот такое чудо. И укрупнились. Вкус изменился. Сахару больше. Вот эти же с кислинкой. Они хрустят на зубах, они твердые. У них, Станислав Аркадьевич, самое главное, знаете что? Самое главное у них невероятная транспортабельность для слив. Это решающий момент. Твердые, долго хранят. В Китаике, ой, сколько погибло у меня, тонны. Я однажды приехал ознакомиться, это был мой первый выход свет, в семью Байковых. Вот. Его зовут Александр, короче, что не помню, а ее Галина Николаевна. Вот. Галина Николаевна, кандидат наук, директор этого государственного сада, ГСУ, директор, вот, замечательный человек, фанатик, книгу мне подарила свою. И я застал, это вас касается, Аркадьевич, если вы думаете, соблазиться на гигантский урожай, и вот представляете, часть сада у нее, это китайские сливы. Я потом покажу вам, как-нибудь, вот, фотографии с сумасшедшими урожаями, это мои фотографии, а тогда у меня не было фотоаппарата, осталось в памяти горы ящиков, беготня, десяток человек, это, извините, как вас там, Валерий Константинович, не до вас, ходите по саду, вот, меня так удивило, что в сад пустили. Смотрите, все, а мы не можем, у нас нет ни секунды времени. И все, начиная с директора, ящики, 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 это все портится на глазах, все надо было отправить на конфетную фабрику, то ли в Абакан, то ли в Минусинск, уже не помню. Вот это было, вот это дикий ажиотаж, когда портится прям на глазах, они еще, это, только упало, и два-три дня она уже, вкус необыкновенный, по двое изумительный. Но это мы будем проходить, если я вам не надо им. Вот, а вот это вот, пример вертитинговизации. Вот тут вы можете сколько угодно изощряться, вишня, черешня, яблоня, груша, абрикос, слива, еще плюс персик, он персики привил, на волосе вишня. У меня еще дети, да какие авторитетные, это самое. Вот, Рыкалин, например, приезжал, Александр Петрович, а он у нас один из самых, он вообще лучший, один из лучших садоводов в России. Вы слышали о нем, а, москвичи? Нет, и не услышите, потому что такие специалисты даром не нужны. Он по ночам, этот, опять звонил, опять пришел с этого, со смены, по ночам, сторожем работает, охраняет военкомат. Представляете? Это наши лучшие люди, потому что мы их не ценим. Вот вам пример. И вот когда вы возьметесь по-настоящему за это, вот, тут уж, ну, ну, такие чудеса можно натворить. И стоит доказать, потому что здесь был скандал, это самое, когда эти две кандидатки наук, эти, выпускницы, эти мерязики, у нас шикарное образование, это какой-то железок, какой-то металлург, так и написали, какой-то металлург взялся учить. Вот, и вот эта цитата, выгодительная реализация, это ложь. Нет, это лженаука. Представляете? Вы выкопали из гроба Мичурина, потряси костями и снова закопали. Вот это и есть современная наука. Это я вам привел один из сотни примеров. Вот здесь, если вы все-таки и с вашим-то образованием, ну, голова-то у вас какая, красный диплом и прочее, прочее. Вот. И по жизни не пропали, значит, у вас есть и опыт, и молодость для меня, ваш возраст, это еще молодость. Вот. Я 51 год пошел на пенсию, сад сожгли, когда мне было 56, и последние вот эти 15 лет я посвятил чистой уже науке, оставшись без сада и без какого-то, и без всего, кроме пенсии. Представляете, у вас какие возможности. Вот. Так вот, есть еще наука. Это еще интереснее. Селекционное клонирование. Вы знаете, что можно приучить все, что растет в Италии, в Испании, в Египте, в Средиземноморье, знаете, что такое. Там зимой футбол играет. У них зимние чемпионаты, а у нас летние, потому что у нас зимой морозы. Они зимой в футбол играют. Так вот, на травке. Так вот, селекционное клонирование, это когда вот так. Потом диски есть. Вот это мое. Обратите внимание, чтобы не было противоречий, чтобы меня не это. Я в последнее время стараюсь отвечать, как говорится, за базар отвечать. Видите крышу? Вот это крыша соседнего здания. Вот это великолепное слива под названием Сувенир Востока из Китая. Крыша, видите, вон она, еще раз. Потому что точно. Вот она. Вот она, в уголочку внизу. Так вот, 40-й раз и мороз составляет вот это. И вот это становится, внимание, основой, вот у меня таких десяток фотографий, основой нового направления называется селекционное клонирование. Сразу скажу и дальше пойдем не до подробностей. Вот это все-таки не вебинар. За 137 вебинаров все рассказать не успел. Так вот, видите, одни мертвые, а другие тут же цветут. Причем без всякой системы вроде бы. А раз без системы, типа ниже цветут выше мертвые или выше цветут ниже мертвые, или левые цветут правые, и вот это и есть откровение. Вегетативная гибридизация это интереснейшее занятие. А суперинтенсивие это уже селекционное клонирование, а значит здесь нет не вмешательства в геном дерева. Здесь просто идет чистая селекция, отбор почек, веток, которые имеют повышенную морозостойкость. А у вас то, что вы начнете, ладно, северяне не будут у вас гибнуть. От меня, допустим, эти же косточки, которые вы уже пытаетесь заказать, да? пусть, а берем другую крайность. А с Египта, а с Италии, а там еще крупнее плоды, чем мы. Я достиг пока 120 граммов абрикосов, хотя они никогда такими не были. Тут особое свойство. Возврат, а у вас это предстоит, возврат культурных качеств. и в конце концов доказательства божественного происхождения, потому что, еще раз говорю, культурные растения появились не только раньше нас, а еще и раньше диких. Вот тут они вертят у виска, у моего, и говорят, вот железо чушь несет. Насыщение метром по Мичурину. Вот с этого я начинал. Я не знал ни Мичурина, ни насыщение метра. Я просто отчесались руки. Как говорил Черном Эрдин, чешутся руки, почешите в другом месте. Я и почесал в другом месте. Вот это чережня на вишне. Прошли годы, вишня погибла, а вишни стали слаще. Насыщение метром семечков культуры. Вабрикос и у яблонь саморостойкость выше, чем у груш. А грушевый подвой вообще в редкость. Берем яблоню, пориваем грушу. Шелковица. Вроде бы на юге шелковица может расти в каждом дворе без всякого хода. Есть невидимая граница, не можем ее перейти, ну что ты будешь делать? Вот. А вот это вот шелковица семечки. Пробовал привать, не прививается. Вот. Это шелковица укорененная. Особая технология, зеленое черенкование, зато нет добровольцев в Европейской России. На Урале Алексей Алексей добился успеха укоренения. Вот. Но не хочет стать профессионалом, не хочет заниматься куплей-продажей. Вот с этого дерева ему были нарезаны черенки. Это только, знаете, по самым верхушкам скачем. Вот осталась одна минута. Вот. Персик на абрикосе. Когда-то, видите фотографии сколько лет, когда-то, 30 лет назад, ой, или там 25. Не успокоились, придется побегать. То есть, это я для вас пишу. Вот я вам наговорил, может уже руки бы опустили, а придется побегать. Вот. Почему? Однажды я увидел вот это дерево в чужом саду сфотографировал. Урожай был 40 ведер. Немыслимо. Шушинский район. Ну, казалось бы, живи, радуйся. Я нашел. В следующую весну дерево не проснулось. Представляете? Вот. А экспедиция, это значит, что надо искать и по округе заводить знакомство. Только с моими учениками-помощниками можно еще расширить круг, потому что что не это уже по-другому, что не так уже плоды другие. Интересно же. Вот. вот эта вот груша, единственная груш, которой я не срезал ни одной веточки, потому что бирка была потеряна. Я пять лет не знал, что это за груша. А потом, ну, естественно, что это нарядная фирма, естественно, что это один из лучших мировых лидеров. Вот. Вот вам пример. лидеров. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok